В эфире программа Радар Спорт и мы неизменно вам говорим здравствуйте Сайд Бэнах ЛТ телевизор Харакшит Генеральный партнер программы Салоны Славе Тех и Торговый комплекс Мегадом Давайте узнаем, что представляют люди, когда слышат фразу Торговый комплекс Мегадом! Конечно же Мегадом! Мегадом! Естественно! Мегадом! 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 Все выбирают Мегадом! Ну и как всегда, у нас есть о чем вам рассказать В предыдущей программе мы вам уже рассказали и показали об успешном выступлении нашей борицы Стальвиры Оршуш На юниоркском перействе мира в Софии Где она в весовой категории до 51 килограмма завоевала серебряную медаль По пути к финалу выиграла у Кристины Еловенко из Казахстана 4-2 И индианки Ложиты Лолиты 3-2 Затем в полуфинале убедительно в 8-3 разобралась с бронзовой призеркой Нынешнего европейского переста украинкой Лили Харишной А вот в финале ничего не смогла противопоставить японке Ю Мия Хара Уступив ей за 2,5 минуты В конце прошедшей недели в республиканском спортивном ведомстве Прошло честование Стальвиры Оршуш и ее тренеров Зам руководителя Республиканского агентства по физической культуре и спорту Дмитрия Штепа Поблагодарил Стальвиру и ее наставников Серебром на перенести мира в столице Болгарии Сегодня вновь у нас приятное событие Наш, скажем так, спортсмен Республики Бурятия Показал свое превосходство в очередной раз над соперниками И серебро нашей спортсменки, Стальвиры Оршуш, который нет, ну, он чуть-чуть не хватает Но это им дали первенство Европы Второе место первенства мира Но я думаю, это наоборот, так скажем, проявит весь свой характер И следующий год покажет всем, кто есть в Бурятии Кто может стать первым в республике Бурятия Ну что, я от всей души хочу поздравить ее с этим успехом Дмитрий Штепа вручил цветы Стальвире Оршуш Ее тренеру, мастеру спорта международного класса Максиму Малоному Подкрепив их Стальвире почетной грамотой Малонову знаком удостоверением заслуженный тренер Бурятии Почетной грамотой была удостоена первый тренер Оршуш Виктория Кожевникова Президент Федерации спортивной борьбы Республики Заслуженный мастер спорта Борис Будаев От Федерации поблагодарил Оршуш Малонова За успешное выступление на мировом первенстве Вручив также цветы и конверты Стальвира Оршуш подробно рассказала о своей подготовке к первенству мира Которая началась еще в начале года О досадной травме в плеча, выбившей ее из тренировочного процесса Почти на полтора месяца Но тем не менее Незаурядный бойцовский характер, воля к победе Позволили ей взять серебряные медали Вначале на первенстве Европы, Македонском, Скопье А затем и на Софийском первенстве мира И она выразила благодарность всем тем Кто оказал ей поддержку в подготовке и участии в основных стартах Максим Малонов заострил внимание на стальном характере своей ученицы Позволившим Стальвире удачно отбороться на главных соревнованиях года И поблагодарил за помощь Республиканское агентство и лично заслуженного тренера России Владислава Бумбошкина И спортивный клуб «Намто» За который выступает сейчас и представляет Стальвира Затем слово было предоставлено директору клуба «Намто» Известному бурятскому борцу Жамсол Хаможапова Мы очень рады, что Стальвира проявила настоящий бойцовский характер Терпение И плюс, конечно, мудрость тренера, удача И помощь всех, кто сегодня здесь находится Республиканское агентство, школа высшего спортивного мастерства, федерации Я лично президент нашего клуба Валенту Ургучу-Доржейну Хочу еще раз поздравить И сегодня у нас конверта нет Но мы при подведении итогов в конце года Очень готовы и весомы подарим Вы потом услышите Уважаемые друзья, появились наши программы В ушедшем августе мы лучшим спортсменом и тренером называем Ну, конечно же, Стальвиру Оршуш Посмотрите, красавица Серебряный призер первенства мира До этого взяла серебро на Европе Но ее наставников здесь Но наставников здесь трое получается Это сейчас основной тренер Известный бурятский борец Наверное, расскажу, знаменитый Максим Максимович Малонов Он и тренер сборной команды России Это Кожевникова Виктория Юрьевна Первый ее тренер Ну и Жамсо Жалсанович Хамажапов Тоже известнейший наш борец Мастер спорта международного класса Директор спортивного клуба «Намток» Где сейчас прописана и находится Наша Стальвира Оршуш Стальвира, я тебя поздравляю От всех поклонников спорта Максим Максимович, вас Виктория, вас Жамсо Жалсанович, вас поздравляю То же самое Но большое дело сделали У тебя что, мадьярская кровь или что? Да, мой дедушка по национальности мадьяр Ну, мама, получается, тоже мадьярка А так и по документам меня записали Они мадьяркой Мадьяркой, да У меня смешная кровь В Венгрии, так будем говорить, да? Ну, там кто-то родня осталась, нет? В Будапеште или в Венгрии? Ну, я об этом не знаю Все ближайшие родственники дедушки Они тут живут Ну, я много раз был в Будапеште Слушай, красивый город Хорошие люди Ну, молодец, молодец Ты все рассказала на пресс-конференции Ты вообще сама-то откуда у нас? Сулану, да? Какую школу заканчивала? Четвертую Вот пришла черненькая, маленькая девочка Самая последняя Ну, пришли 30 девчонок И одна осталась Вот так вот она у меня оказалась Ну, конечно, большое спасибо руководству Школу номер 4 Галь Николаевне Загадоевой И физруку Мире Александру Неханнуевой Ну, вам большое спасибо Виктория Юрьевна Нам побольше бы Вот таких специалистов Которые видят Наши алмазы Бурятские Чувствуют, что они много Много сделать Будут много делать Для нашего спорта Максим Максимович Но проблем, по-моему, нет С этой симпатикой, да? Ну, в спорте не бывает такого, что Проблем нет Проблем есть Они постепенно решаются Ну, надеемся, что в дальнейшем Будем хорошо работать, тренироваться Ну, могли взять на первенство Мира золото? Или японка очень сильная была? Японка была посильнее На сегодняшний день она Раз выиграла сильнее Здесь уже ничего не скажешь Ну, если бы не травма В начале года, конечно Можно было бы и пободаться На Европе за первое место Тоже, да? Я не знаю Но, возможно, я бы Подготовилась бы, конечно, лучше Но перед Европой Первенством мира Меня моя травма не беспокоила Сейчас плечо не чувствуешь вообще, да? Почти нет Ну, если только не вспоминать Да так вообще не болит Нормально все Поправилось Как лучший спортсмен Республики Бурятия По нашей версии программы Радар-спорт Можешь... Ты студентка второго курса Или первого? Третьего Третьего курса Можешь передать Кому-то привет Кому-то сказать спасибо Спасибо Кто с тобой работает Раз мы начали про учебу Тогда я скажу спасибо Моему факультету Физическую культуру За понимание И за помощь Потому что они тоже понимают Что я часто соревнуюсь Уезжая на соревнования Они меня как-то в этом поддерживают Особо помогают В сессии, в учебе Поощряют Ну, опять же, хочу сказать спасибо Спортсмену клубу Нам-то, директору Валерию Пурбовичу Да За поддержку Ну, и всем, кто мне помогал Они знают Всем спасибо Семья-то большая у тебя? С мамой, с папой? Мама, папа, сестренка Братик Ну, своей семьи пока нет, да? Не, нету Ну, что там 20 лет все улюбишь, да? Да Надо бороться Все после Олимпиады Рио, Рио Переди на горизонте, да? Ну, якобы постараюсь Ну, шесть весовых категорий будет Ты в какой-то впишешься В легкой, наверное, да? Да, я точно впишусь Да, ну, мы еще с тренером Подумаем В какой высовой категории Это все После чемпионата мира Будет известно Там мы и Определитесь Да, в какой высовой категории Выступать Премия будет неплохая, я думаю, да? Премия будет неплохая К концу года К концу года Когда будем подводить итоги Выступлений Спортсменов нашего клуба По боксу И по вольной борьбе По женской борьбе Мы Там Обязательно Отметим Ну, и конечно Вашему рулевому Главному Спортивного клуба Нам то Валерию Пурбовичу Дорожиеву Большое спасибо Наверное, за все Сказать нужно, да? Большое спасибо Пожелания здоровья Удачи И всего самого Наилучшего Ну что ж, уважаемые друзья Итак, лучший спортсмен И лучшие тренеры Поверьте, наша программа Радароспорт Мы уже показали это Все рассказали Стальвира Оршуш Но Думаем, что В недалеком будущем Мастер спорта Международного класса Будет сейчас Пока документы не оформлены А, выполнил Значит, оформляются документы И Я думаю, под Новый год Получит удостоверение И Знак Это большой успех А там и ЗМС Скоро будет Ну и Максим Максимович Малонов Основной тренер Виктория Юрьевна Кожевникова Первый ее тренер Ну и тренер Тоже знает Большой толк В борьбе Мастер международного класса Директора спортивного клуба Намто Жамсо Жалсанович Лхаможапов Я вас всех поздравляю Что может быть лучше Роскошные закуски Изготовленные в лучших народных традициях Кафе Блинная Матрешка Это возможность Отведать вкуснейшие блины С самой разной И изысканной начинкой Мастера Матрешки Точно удивят Самыми необычными И вкуснейшими блюдами Кафе Блинная Матрешка В торговом центре Кэпитал Мол На втором этаже Что напротив детского мира Давайте узнаем Что представляют люди Когда слышат фразу Торговый комплекс Мегадом Конечно же Мегадом Мегадом Естественно Мегадом Мегадом Все выбирают Мегадом Фруктовое изобилие Титания Кишмиш черный 98 рублей Мастер дом Расширяет спектр Своих уникальных услуг Последний шик Декоративная внутренняя И внешняя штукатурка Простота и качество Технологии материала Современная компьютерная колеровка С возможностью любого цветового решения Все это придает отделке Не только безупречный вид Но и надежность Декоративная отделка В мастер доме Это возможно Фруктовое изобилие Титания Груши зеленые и красные 59 рублей Бурятские поклонники волейболов Предвкушение волейбольных спектаклей Сильнейших команд Суперлиги России Где впервые в истории Игровых видов Бурятского спорта Будет участвовать и наша Женская команда Хармарин Добившаяся этого Права Перед этим Хармарин уже с 7 сентября В Улан-Удэ ФСК Стартует в Кубковом турнире Сибири и Дальнего Востока В столице Бурятии Будут играть 8 команд 4 представляет Суперлигу Хармарин Амичка Факев Тюмень И 4 из вышки А Енисей Сахалин Приморочка Локангара Ну а вчера В торгово-развлекательном центре Кэпитал Мол Прошла презентация Пресс-конференция С руководством Тренерами Ведущими игроками Хармарина Открыл встречу Со ведущей программой Радар-спорт Мастер спорта Член Международной ассоциации Спортивной прессы АИПС Борис Мироманов-младший Он представил Руководство команды Это президент клуба Лефа Солханов Главный тренер Сергей Алексеев Старший тренер Хорошо вам знакомый Валерий Рожков Администратор команды И тоже всем вам Хорошо знакомая Луиза Арифова Спортивный директор Роман Нозик Были названы имена Врача Массажиста И трех нынешних Основных игроков Хармарина Мастеров спорта Это Марина Пилипенко Из Северстали Наталья Назарова Из Уралочки Анна Моисеенко Из Протона И первому слову Было предоставлено Президенту клуба По сути человеку Благодаря которому У нас есть команда Суперлиги Хармарин Льву Асалханову Я хочу поздравить всех нас С праздником Большого волейбола Начинается сезон Команда Вы помните В прошлом году Впервые в истории Попала в Суперлигу Команда Хармарина Это всегда команда Победитель Команда Которая нацелена На победу Поэтому мы Набрали Опытных Молодых игроков Поигравших в Суперлиге Которые будут Выступать Для нас состав Я думаю У них все получится Они молодые Амбициозные Я думаю Может быть У многих Это будет Разная команда Затем На вопросы Журналистов Болельщиков Ответил Заслуженный тренер РСФСР Сергей Алексеев Рассказавший О ходе подготовки Хармарина К новому сезону Об игроках команды О задачах клуба Вот слова Главного тренера В команде Будет играть 14 игроков Это кроме Трех присутствующих На презентации Ирина Климанова Енисей Юлия Цветкова Из локомотива Баку Маргарита Курила Из автодора Митара Кстати Самая молодая В команде Ей всего лишь 20 лет Ольга Шукайла Северсталь Ирина Кузнецова Динамо Казань А также Доигровщица Лола Арслан Бекова Прошлый сезон Проявла в Пуэрто-Рико Четыре игрока Оставлены Из прошлого состава Хармарина Анастасия Ляпушкина Юлия Стенкина Юлия Ковалева Анастасия Юрыгина И это пока еще Не окончательный список Игроков команды Алексеев По подготовке К сезону Отметил Продуктивные Учебно-тренировочные Сборы На Украине И Белоруссии Где были сыграны Ряд товарищеских игр В том числе И со сборной Белоруссии 2-2 Заключительный этап Подготовки Команда провела В Польше Сыграв с чемпионом Этой страны Атом Трефл 1-3 2-2 2-2 И немецкой команды Подсдам 3-1 На сегодняшний день Команда в полном составе Обживается в столице Бурятии И готовится к играм Кубка Сибири И Дальнего Востока Стартующим 7-го Сентября Ответили на Могичисленные вопросы И волейболистки Где преуспевала Связующая Анна Моисеенко В концовке встречи Волейбольный мяч С автографами Руководства игроков Харамарина За лучший вопрос Команде Достался одному Из лучших болельщиков Харамарина И причем С большим стажем Олегу Батуеву Уважаемые друзья Только что мы вам Показали пресс-конференцию И так команда Харамарин Образца 2013-14 годов На старте Кубок Сибири И Дальнего Востока 7-го Сентября ФСК Начинается с участием Нашей команды Но я с удовольствием Еще раз Хочу заострить внимание На том Что вот Впервые Команда Представляет Бурятию Вот эту нашу Маленькую республику Один миллион Еще нет Населения В суперлиге В высшем классе Женского волейбола России Я с удовольствием Жму руку От всех вас Льву Алексеевичу Ассалханову Но кто бы мог подумать Вот 11 лет назад Что команда Будет в суперлиге У нас были Люди Которые смеялись Лев Алексеевич Я вам жму руку Ну Молодцом Молодцом Ваша мечта Исполнилась Уважаемые друзья Жму руку Главному тренеру Заслуженный тренер РСФСР Сергей Владимирович Алексеев Сергей Владимирович Вам руку Ну и Самый разговор Через наших девчонок Которая на пресс-конференции Выступала постоянно Диагональ Или связующая Анна Моисеенко Аня Мы жмем тебе руку То же самое Лев Алексеевич Ну мечта сбылась Команда на старте Что пожелаете еще раз Мечта сбылась Но Трудностей Впереди еще много Я думаю Мы все преодолеем Команда Вот так я поразговаривал С девчонками На подъеме Чувствуется Что они заряжены Только на победу Ну конечно Хармолин Это традиции Большие традиции Команда Чемпионы мира По Рекорд мира 25-0 Выиграли 25-0 Такого не было У команды Читы В регулярном чемпионате России Это о чем говорит У Забайкалки У Забайкалки Команда всегда Каждую секунду Каждый Метр Борется Заряженный И эти девчонки Я думаю Тоже Не подведут Традиции клуба Я уверен Что Команда Заиграет Дай бог Дай бог Сергей Владимирович Ну Как вам В Улан-Удэ Вы первый раз По-моему У нас К сожалению Первый раз Почему К сожалению Не к сожалению К радости Наоборот Ну Ну почему Я Регион Такой Достаточно Интересный Но Опять же Я повторюсь То что На пресс-конференции Говорил Игроки И тренерский состав Который сюда Приехал В первую очередь Ехал Команду Харамарин Улан-Удэ Для того Чтобы Здесь Ну Защищать И честь И Спортивную честь Города И Клуба Да Я еще раз Хочу поблагодарить Ольга Алексеевича За тот Титанический труд Я знаю Что это За тот Титанический труд Который Он Делает Для того Чтобы команда Существовала Я знаю Как это Непросто Как это С какими Трудностями Постоянно Сталкиваться И терпеть 12 Там Или 11 Лет Я Ну Снимаю шляпу Я надеюсь Я надеюсь Стараюсь 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 Сделать Но спасибо Услови 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 Поэтому Я думаю Услови Очень хорошие Для команды Лев Алексеевич Еще раз Вам спасибо Но У нас Связующая Аня Моисеенко Мастер спорта Поиграла В общем-то Во многих Командах Последняя Протон По-моему Саратовский Да Все правильно Протон Мастера спорта Тебе присвоили Вы Выиграли кубок Или на чемпионате Были В тройке Мы были В Заречье Одинцово Я когда играла На кубке России Ну Заречье Одинцово Это богатая традиция Спортивная команда Что там говорить Аня Можешь заверить Болельщиков Что будете Давать жару Всем Естественно Мы будем Стараться И делать все Чтобы воплотить Вашу мечту И нашу мечту В реальность Естественно Будут и победы Поражения Будут конечно же Тоже Но мы будем делать Для того чтобы было Больше побед Так что ждем всех В нашем зале Уважаемые зрители Вот так вот Но вы всегда Поддерживаете Разбираетесь В волейболе Но суперлига Есть суперлига Что там говорить 12 сильнейших Команд страны Победители Призеры Многих Международных Турниров Я имею ввиду Кубки И олимпийские игры Чемпионаты Европы И мира В предыдущей программе Мы вам уже рассказали О первой выездной игре Селинги в Перенце Сибири Зона Сибирь Среди ЛФК Третий дивизион Когда в Междуреченске В игре с победителем Прошлого Перенца ФК Распадская Наша команда В примерно равной игре Уступила хозяевам С минимальным счетом 0-1 На 73-й минуте Маковозов Срезал мяч В собственные ворота А вот в Рубцовске Против местного торпеда Селинга Откровенно порадовала Всех нас Забив 4 безответных Мяча в ворота Хозяев Дублем отметились Сергей Бельков Александр Михеев Барнаульского Динамо Вот кто выходил на поле В Рубцовске Это Рыбин Маковозов Беловородов Демченко Байбаков Александров Бельков Яковлев Рахматуллаев Шаломенцев Андрианов Щегорин Рудиков Михеев Кихтенко Ширяев Ананьев Очередную игру Селинга проведет Дома на центральном стадионе В день города 7 сентября С Барнаульским полимером Начало 18 часов И еще о футболе На стадионе Железнодорожников Позавчера прошла Равных соперников Завершился победой Локомотива С минимальным счетом 2-1 Мечи у железнодорожников Забивали Байбаков Гранат И так в финальной игре За кубок Бурятии 8 сентября 18 часов На центральном стадионе Встретится дорожник Локомотив Уважаемые друзья Мы как всегда Прощаемся с вами на неделю Удача всегда Улыбается настойчиво Смотрите программу Родорспорт Докин Узотра БРТ И помните Лучший путь к успеху Это влюбиться в то Что вы делаете До свидания Редактор субтитров А.Семкин